А сейчас история о том, как желание заработать легкие деньги разрушила семью. К 11 годам тюрьмы за распространение наркотиков приговорили 45-летнюю жительницу Чернянки. Ее супругу, ранее уже судимому по этой же статье, дали 12 лет. Их 17-летнего сына по решению суда передали органам опеки. Еще 7 лет получил третий участник организованной группы житель Белгорода. Из зала суда наш следующий репортаж. На скамье подсудимых 48-летний глава семейства из Чернянки и подельник. 30-летний белгородец. Супруга пока в зале. На время следствия она находилась под домашним арестом. Через два часа ее возьмут под стражу в зале суда. А началась эта печальная история, как и у множества других закладчиков. Мужу с женой срочно потребовались деньги. Тяжелое материальное положение. Поскольку супруг попал в дорожно-транспортное происшествие, нужны были денежные средства для выплаты пострадавшим, компенсации причиненного вреда. Найти способ отзаработать решили в интернете, просторы которого так и манят ввязаться в криминальную авантюру. Здесь тебе и анонимный куратор, и ощущение безнаказанности и неуловимости. За два месяца закладчики, пока их не поймали, успели заработать 200 тысяч рублей. Взяли их с поличным, когда те прятали зелье. Часть синтетических наркотиков изъяли из других тайников. Супружеская пара, получив указания от куратора и получив оптовые партии наркотического средства, произвели закладки в районе 60 штук на территории Старооскольского и Губкинских городских округов, а также Чернянского муниципального района. Данное наркотическое средство было сделано в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По словам помощника прокурора Сергея Чуканова, вычислить таких курьеров сложно из-за политики конфиденциальности «Телеграмма». Мессенджера, в котором кураторы связываются с закладчиками. Работает масштабная преступная схема. Выйти на поставщика не удается практически никогда. С учётом способа совершения преступления, это через тайники, закладки, в любом случае это получается группой лиц, поскольку у нас есть лица, которые поставляют наркотические средства, эти закладки, и, соответственно, лица, которые непосредственно осуществляют закладки этих наркотических средств для последующего приобретения потребителями. Белгородец получил 7 лет тюрьмы. Женщину суд приговорил к 11 годам лишения свободы, её супруга – к 12. Он уже отбывал два года по этой же статье. Кроме вольной жизни, супруги лишили 17-летнего сына. Его передали органам опеки. Суд постановил передать несовершеннолетнего 29 мая 2007 года рождения органу опеки и попечительства над несовершеннолетними и материнства детства.